Всем привет дорогие друзья и любимые подписчики! С вами снова Гидеон и мы продолжаем проходить Shenmue в рубрике лучшие игры. Да нам снова пора на работу и это новый рабочий день а вчера мы устроили вечером небольшую гонку с безумными ангелами поймали их видимо не главного но довольно большую шишку и выбили из него очень очень важную информацию о том что лэнди все еще находится в порту именно этим мы сейчас займемся в этот день будем узнавать где же он где же он может прятаться а может быть и встретимся с самими безумными ангелами но сначала нам придется немного поработать а перед этим мы съездим на наших погрузчиках и может быть даже в игре в гонку посмотрим как получится good morning everyone morning time for daily warm up race you all do your best now yeah like always three laps to the finish everybody ready yeah on your mark almost time to go отлично и давайте попробуем попробуем выиграть и обгоняем четвертого отлично о слушайте у меня отличная идея пришла поднять наши наши рога так сказать давайте аккуратненько 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 ах ты чтоб тебя посмотрите портанули нас неплохо совсем неплохо нас портанули о да гонки здесь это не мое конечно мы можем еще попытаться догнать наших соперников но я даже не знаю вряд ли у нас это получится слишком далеко мы слишком далеко мы уже отстали от них давайте давайте все таки все таки надо попробовать конечно сдаваться не стоит ни в коем случае ни при каких обстоятельствах сейчас мы уже может быть обгоним четвертого если он конечно не будет нам мешаться отлично четвертого мы обогнали и время у нас минуты пять секунд ужасное ужасное время прошлые разы намного было лучше было даже по моему 60 что ли секунд или около того тихо 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 ах ты боже мой этот поворот просто просто кошмарен может его отрабатывать во время работы эти повороты чтобы я прям натренировался даже не знаю хотя может быть занять конечно четвертое место первый раз я занял третье потом два раза второе у нас было а сейчас у нас четвертая гонка можно конечно занять четвертое место чтобы получить четвертый погрузчик потому что ведь нам дают фигурки каждый раз после каждой гонки вот так мы его отлично подрезали ну первый очень далеко а у нас между тем последний круг да здесь побеждить только можно если в самом самом начале вот прям вот в самом начале на первом же повороте вырваться вперед только тогда по моему здесь возможно победить потому что обогнать здесь потом это уже практически невозможно во как я сейчас вошел в поворот отлично всегда бы так я конечно нагоняю но это все не то это все безусловно не то второго я обгоню ну что опять второе место занимать ну что же такое а всегда одно и то же да куда ты куда ты меня поворачиваешь дай проехать что ж такое а да опять мы занимаем второе печальное место что же делать друзья что же делать надо как-то будет выигрывать но не сегодня к сожалению да это точно кто же а нет я думал что они скапливаются но он так и называется второй погрузчик второй ладно время нам за работу дорогие друзья посмотрим какой склад нам сегодня придется загружать ага значит наверное на пирсе ну что же и сразу начнем сразу начнем загружать этот склад так сколько сколько же мы там уже получаем по моему 450ена а да, стоп я уже не посмотрел нашу карту куда ведет наш маршрут маршрут номер 4 мы отсюда должны возить на склад номер 18 явно нам сейчас придется таки отработать поездку Через те повороты Неудобные совершенно Да и здесь тоже не очень удобно нам поворачивать Но если мы хотим быстро добираться Через Вот эти тернии Через вот эти повороты Нам придется ехать Ненавижу эти трубы, которые торчат Очень неудобные А самое еще, конечно Неудобно это столкнуться Вот здесь вот с кем-нибудь Можно так совсем застрять О, кошка Так, ну первый ящик мы довезли И встретимся мы уже, дорогие друзья Во время обеда Итак, у нас наступает время обедать Посмотрим, что случится за обедом Может быть нам что-нибудь интересное расскажут О прошлой ночи Ой, что-нибудь Марк Эй, Дилл! Что? Эй, чувак, у тебя девушка? Ха? Эээ... У меня нет времени, чтобы что-то такое. Ну... Ну, у тебя в любом случае на кого-то, правильно? Марк, я... Дилл, я не знаю, что ты планируешь от жизни, но я скажу тебе, это действительно круто, что у тебя есть женщина. Марк... Марк... Ты должен идти на дейтинг раз в час. Я знаю, что ты получаешь, но... я не хочу, чтобы кто-то важен для меня, чтобы участвовать в моих проблемах. Дилл, ты... в складу. Хотя днем они вряд ли тут будут орудовать, но кто знает. Ну, а если у склада никого не будет, тогда сходим к нашему бездомному, поговорим с ним. Надо будет еще склад номер 4 найти, заглянуть туда, потому что он говорил, что он там тренируется. Ну, во время обеда как раз мы могли бы заглянуть. Может, он чему бы нас и научил. Нет, здесь, как всегда, пусто. Напрасно я ожидал чего-то другого. Хотя надеялся. О, а это наша работа. Мы отвезли 5 ящиков. Неплохо. А я что-то не посмотрел, сколько у нас квота. Надо будет глянуть. Давайте сейчас посмотрим. Квота у нас 8. Опять 8. Да, не так уж и сложно. 8 ящиков, это немного. Это 4 можно было отвезти и все. Квота была бы выполнена. Если квота выполнена, значит нам еще 50 йен. Каждый день делают прибавку. Вот это да. Вот это весьма неплохо. Я бы не отказался от такой работы. И каждый день, если хорошо стараешься, тебе дают денег. Причем, неплохо так дают. Хисакаса. Вио. Ты знаешь, что делается с Мадд Ангелами? Делается? Что делается? Не поймёшь себя в любых странных делах. Нет, я не знаю. Серьезно? Если ты так скажешь, просто не поспешивай в ничего опасного. Да. Ну, мы постараемся. Ну, мы постараемся. Причем. Извините. Я не знаю ничего об этом. Но, Вио, будь осторожным. Что? Это просто звучит так опасным. Не волнуйся. Я в порядке. Да, действительно, это звучит совсем небезопасно. Так, давайте прогуляемся по главной аллее, так сказать. Может, встретим гора? Кто это там у нас сидит? Какая-то девушка. Извините. Да. Звучит. Попор współprимку от порядка. Между Started. Я очень счастлив. Хе-хе-хе-хе, говори за себя! Как работа приходит? Я ругаю... Заткнись там, брат! Конечно, спасибо. Извините? Эх? Что это, юнгин? О том, что злые ангелы... Я слышал румы, что ты еще ищешь их. Да, да. Я слышал, что они планируют какие-то договоры. Ты знаешь об этом? О договоре? Мммм... Я слышал что-то, что-то огромный договор, что скоро происходит. Ты слышал что-то еще? Ну, я не знаю никаких деталей. Хорошо. Вряд ли Том что-то знает, но... Попытка не пытка. Ханни-сан. Хай, Рио. Ханни-сан. Я вижу, что ты работаешь очень сильно, как обычно. Как и один хот-дог? Извините, может быть в следующий раз. Купи ты уже хоть один хот-дог. Хотя бы один. Том. Хай, Рио. Я хочу спросить тебе о злых ангелах. Ты знаешь что-то о каких-то договорах, которые делают? Нет, чувак. Злых ангелы очень опасны. Я хочу узнать о них, в любом случае. Это имеет что-то связь с твоим папой? Конечно. Если ты знаешь что-то о том, что они делают, скажи мне. Извините, я не знаю. Я... Я понимаю. Да. Том, конечно же, как всегда, нам не помог. Хотя, по-моему, один раз вроде помог. Да. Кого бы нам еще спросить? Вряд ли тут кто-то еще что-то знает. Больше у нас, так сказать, своих людей здесь нету. В порту. Если только... Те, кто за обедом у нас сидят. Давайте. О, здесь один парень остался. Поговорим с ним. Эй. Ну, выглядит, как ты уходил на ручку. Да, я думаю так. Эй, Рио. Как долго ты планируешь продолжать работать здесь? Я не решил. Но не слишком долго. Я понимаю. Как ты себя? Как долго ты планируешь работать здесь? Я думаю, что я останусь в будущем. Все так красиво и все. Да, они. Да, безусловно. Работенка не из престижных. Ну, а что делать? Что делать? Что делать? Что делать? Я не могу сказать. Да, я не могу сказать что-то. Что делать? Ангелы? Я слышал, что они импортно законодательства и делали отношения с миром. Это были просто румяны. Ты знаешь где? Ну, я не правильно знаю. Понятно. Поехали. Поехали номер 18. Окей. Точно так! Пора снова за работу. Итак, у нас какое-то событие, дорогие друзья. Что случилось? Кажется, нас опять заманивают. Кажется, нас опять заманивают. Он приходит? Поехали. Ха-ха! Я взял! Я взял! Продолжение следует... Вот это было красиво! Мы будем следить за твоей семьей и друзьями! Мы будем их получать! Это было! Так вот, значит, как вы нам угрожаете! Ну ладно! Разберемся со всеми! Никто не тронет семью Рио, это уж точно! Продолжим нашу работу! У нас начался дождь и последний ящик я уже, к сожалению, не успею довезти! Посмотрим, что у нас будет вечером! Надеюсь, вечер будет насыщенный! У меня была идея сходить к Гуйжану, но посмотрим! Надеюсь! Надеюсь! Продолжение следует... Надеюсь! Продолжение следует... Продолжение следует... Да! Теперь уже 500 йен за ящик! То есть 10 ящиков 5000 йен! Не Vegas! Если вы говорите на бесплатном тato fuckers-то, это не розповер Cultivство. Вопрос-то? Чем biraz массовый поймете... Продолжение следует... Подолжение следует... Продолжение следует... Р Riley! Да, теперь нам нужно узнать о Лонжа. Так называются контрабандные поставки, видимо, в Гонконг. Лонжа это сделки между картелем и безумными ангелами. Вот она, вот она. Точно. Марк слышал о Лонжа. Что это? Ну, давайте, давайте сходим, позвоним Гуижану и спросим его. Может, хоть сейчас он нам поможет и расскажет нам, что это такое, когда это состоится. Но он же должен что-то знать. Безусловно, должен. Но если что-то случится с тобой, то как же это традиция Хазуки? Но я... Безусловно, парень. Безусловно, если бы никто не остался, чтобы продолжить... О, что жаль это. Я вам покажу еще один движ. Мм? Как-то это движ. Это называется кросс-чарж. Продолжение следует... Просто в момент, когда ты уничтожишь, сломай в сторону твоего противника. Когда ты уничтожишь против многих противников, они все могут раздражаться на тебя, ты знаешь. Этот движок будет perfect для моментов таких. Спасибо большое. Бросок-крест. Бросок-атака-крест освоен. Отлично. Спасибо тебе. Добрый, добрый бездомный. Да, Рио об этом, конечно, не думал о том, что... Кто будет продолжать род Хазуки, если с ним что-то случится. Да, Рио об этом, наверное, думал в последнюю очередь. О том, что он, скорее всего, этим еще больше подведет отца. Ну, конечно, безусловно, если ему все удастся, то... Это будет совсем по-другому. Намного лучше, конечно, будет. Но ведь высок шанс, что ничего не получится. Действительно. Итак, мы звоним на склад номер восемь Гуи Жану. Всем привет. Well,One holdingawy Жану тоже не работает безусловно. Это воинeyе. Как Bunрия в Комрады. Комрады номер 8. Мастер Чен, пожалуйста. Извините, но вы... Меня зовут Хазуки. Покажи, что это? Да. Я должен консультовать Мастер Чен. Участить встречу. Папа не рядом. Ну, вы можете встретить меня? Я хочу поговорить. Думаю, что вы должны. О, Горо, привет! У тебя веселый зонтик. Горо? Что происходит, брат? У меня есть что-то, что я хочу спросить. Извините, брат. Я сейчас немного busy. До свидания. Извините. Не хочешь ты быть еще раз побитым за разговоры с нами? Ну-ка, Том. Том. Привет, Рио. У меня есть что-то, чтобы спросить. Вы слышали о Лонг-Жа? Лонг-Жа? Мастер-ангелы-напрессор называют об этом имя. Мне нужно узнать, когда они делают эту Лонг-Жа. Извините, я не знаю ничего, брат. Серьезно. Том не знает, Том не в курсе. А вот и наш старый добрый склад номер восемь. Гуи-жан, наверное, как всегда ждет нас наверху. Ну скажи же нам, скажи же нам что-нибудь интересное. Гуи-жан. Ты. Я хочу спросить тебе что-то. Ты издеваешься, да? Мы позвонили тебе. Ты сказал, приходи. Мы пришли. Говорим тебе, мне надо кое-что спросить тебя. И что в ответ слышим? Убирайся отсюда. Зачем ты сказал нам приходить? Я не понимаю. Зачем? Я не знаю. Ой, да. Порой случаются и такие непонятные моменты. Могу сразу сказать. Проваливай. Там, не знаю, не хочу тебя слышать. Ты мне надоел. Я должен быть твоим охранником, но ты мне надоел. То он нормально относится, а то посылает нас. Да сколько ж можно? Кого же нам еще-то спросить, Аллонжа? Видимо придется столкнуться опять с бандой и спросить у них. Ну а в порту наступает вечер. И мы, как всегда, отправляемся искать неприятностей. Пробежимся здесь. Так. С ним мы уже поговорили, он нам ничего больше не скажет. Плохо бы горы встретить. Может он вечером освободится. Или до завтра он уже будет очень сильно занят. Давайте у охранника спросим. А, нет. С ним поговорить нельзя. Ну, вернее, с ним можно поговорить, но не о чем. Если кнопка не зажигается, значит поговорить с ним не о чем. Опять дождливый вечер. Лишь тусклый свет фонарей освещает нам путь. О, Марк. Марк нам сказал уже больше, чем даже нужно. Дио, я ухожу какие-то крупные новости. Ну, это не будет легко. Для них это действительно большое дело. Ты знаешь? Может быть, единственная опция – это спросить их прямо. Ну, может быть. Но Дио. Верно мне, я знаю. Но я готов, чтобы принимать риск. Дио. Так. Два иностранца. Я их видел. Тони и Смит. Причастный клон Жа. Хм. Два иностранца. Кто же это такие? Я, к сожалению, что-то не знаю. Кто из них? Кто Тони? Кто Смит? Как их отличить? Может быть, этот в такой кепочке, которого мы избили с розочкой в петличке? Может быть, это там кто-то из них Тони или Смит? Не знаю даже, не знаю. Спросить их. А где мы их найдем-то? Сейчас-то явно мы их не найдем, если, конечно, они нас не найдут. Как, в общем-то, и всегда бывает. Нас находят они. Ну-ка. Нет, с ним тоже говорить не о чем. Понятно. Ладно, видимо, этим вечером ничего уже особенного не случится. Значит, время нам отправиться домой. Ну, конечно, сначала я пробегусь еще немного. Посмотрю здесь что-то как. И можно будет уже отправляться. Да, сегодняшний день опять довольно насыщен на новости. Встретить бы гора. Где же он ходит-то? Вечером он где-то гуляет обычно. Но здесь что-то его нету. Куда-то он от нас уже убежал и скрылся. Не хочет больше с нами разговаривать, видимо. Боится бедняга. Ну ладно, здесь уже, видимо, ничего не случится. А значит, мы отправляемся домой, дорогие друзья. Ну что же. На этом у меня все. Подписывайтесь на канал, ставьте лайки. Вступайте в группу ВКонтакте и советуйте друзьям. Всем спасибо. До следующей миссии. Субтитры сделал DimaTorzok